Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите, как бы пытаетесь понять, проанализировать и, конечно же, разобраться в очень интересных событиях, которые происходят. И неделя, конечно, начинается Аховская с точки зрения визитов, ожиданий, разговоров, заявлений. Алексей Якубин поможет разобраться в начале этой недели. Леш, приветствую тебя. Приветствую тебя, Саш, спасибо огромное за приглашение. Да, друзья, подпишитесь на Алексея, ссылка будет в описании и телеграм-канал, и, конечно же, проект Алексея с событиями на YouTube. Все к вашим услугам. Ну, а начать я предлагаю с сакраментального, уже оскомина на зубах, но тема достаточно интригующая и важная. Это план победы Зеленского. Таймс, как бы так, да, разобрались в том, что происходит. И, собственно, какие-то пункты, которые звучали до, которые, ну, как бы вот новое что-то, в общем, представили свое видение непосредственно того, что везет Зеленский. И так Зеленский просит или, там, ну, как бы, да, предлагает гарантии безопасности для Украины от стран Запада. То есть, это пятая статья, но не пятая статья. Такая, как бы, похожая, да, история с гарантиями безопасности. Финансовую помощь для восстановления экономики просит предоставить современное вооружение и продолжение операции ВСУ в Курской области. И, мол, это все скопом и поможет до Нового года закончить войну. Что думаешь по поводу этого, насколько реалистичное желание президента, и он же может получить отказ в Нью-Йорке? Ну, смотри, я думаю, что, правда, вот там из плана Зеленского, плана победы, я не думаю, что тут мы в итоге услышим какую-то сенсацию. И, наверное, и стоит это так воспринимать, потому что, когда только появилась эта информация, да, сразу было такое ощущение, что вот что-то там вот суперсенсационное, эти четыре пункта. Какие-то вот такие прям, знаешь, ну, вот никто не предполагал, а вот они вот наконец-то появятся, наконец-то мы к ним дошли, и вот сейчас можем их там оплатить. И они сильно повлияют, да, на ситуацию, на поле боя и в целом на ситуацию с войной. На самом деле, конечно, еще раз пожикну, я думаю, что даже вот эта информация, которая появляется в различных западных СМИ, она за последнюю неделю появлялась, да, и с разными моментами, то есть и в французской прессе, и в американской прессе, и в британской прессе, да, то есть разные были как бы вот эти моменты. А что в этом, в этих четырех пунктах, да, что такое план победы? Нам просто показывают, что ничего сенсационного глобально там нету, да. И на самом деле даже вот та информация, которую мы имеем, вот которую, Саша, и ты назвал, еще раз нам показывает некое отличие от того, что мы видели до этого, да, потому что тут тоже много возникало вопросов, а какая связь плана победы с формулой мира, да, которая была до этого, да. И, то есть возникал вопрос, если у нас есть формула мира, да, то зачем нам теперь план победы, и вообще в чем как бы между ними какая-то, ну, есть ли корреляция между ними? Ну, то есть из того, что я вижу из сообщений прессы, которые сейчас появляются, по факту мы видим, что пункты будут включать в себя, ну, во-первых, снова обсуждение, связанное с дальнобойным оружием, да, это заметно. Дальше обсуждение по поводу дальнейшей военной поддержки, экономической поддержки, я так понимаю, что, возможно, там будут обсуждаться, как сделать так, чтобы в итоге Россия все-таки была на втором саммите мира, ну, или в каком-то формате в итоге согласилась участвовать, да, то есть США этот момент может обсуждаться. Ну, и плюс, я так понимаю, что вот по поводу гарантии безопасности, тут, кстати, если судить по СМИ, произошло некое разделение, то есть некоторые СМИ пишут, что, из той информации, да, которую мы видим, что вроде бы эти гарантии безопасности Зеленский хочет, чтобы администрация Байдена еще до завершения своей каденции, Байден официально заявил о том, что Украина будет в НАТО, и, как бы, ну, я так понимаю, в каком-то виде, там, инвайта или еще чего-то, да, об этом сказал. С одной стороны, с другой стороны, вот, да, и возникают нюансы, что, а, может быть, это будет просто такая просьба о гарантиях безопасности, ну, как вот, например, есть у США с некоторыми странами, которые не входят НАТО, например, Южная Корея, к примеру, да, или Израиль, что это какой-то будет вот такой вот, скажем так, договор, да, совместный между двумя странами, да, и США как бы в одностороннем порядке предоставят такие моменты. Ну, вот, как бы, глобально, вот, если все собрать, то, что мы видим, то, вот, это будет обсуждаться с Белым домом, да, и, а в Белом доме, ну, давай так, шире скажем, американская администрация, на самом деле, как внутри, как мы видим, идут сами дискуссии, да, то есть, даже представители украинской власти это признали, что, да, там кто-то согласен, ну, например, там, по поводу дальнобойности, да, кто-то не согласен, давай не забывать о том, что внешнеполитическое решение такого уровня, оно, на самом деле, конечно же, не будет приниматься, только одним Джо Байденом, да, потому что, в целом, вообще, внешнеполитические решения, как правило, принимаются администрация Белого дома, да, действующий президент Госдепартамент, Министерство обороны Пентагон и американские спецслужбы, плюс еще общественность, которая тоже может коррелировать, ну, и, там, отдельный сенатор или конгрессмен, то есть, ну, как бы, то есть, это сложная система принятия решения, на самом деле, да, и поэтому, как бы, если говорить глобально, может ли Байден по этим всем пунктам в одностороннем порядке, не проконсультировавшись со всей этой группой людей, экспертов, задействованных, представителей чиновников принять какое-то самостоятельное решение, да, вот, что, вот, ну, допустим, все, там, предоставим инвайт Украине по вступлению в НАТО, или, допустим, решение по дальнобою и так далее, ну, я думаю, что очевидно, что так это не работает. А внутри вот всей вот этой группы мы видим, что тут структуры, да, которые задействованы принятием внешнеполитических решений. Насколько я вижу, там нету консенсуса, потому что часть из этих групп смотрит, что происходит на американских президентских выборах, и нюансы, которые там есть, да, потому что они учитывают эти внешнеполитические расклады. Часть хочет и смотрит на эту ситуацию, ну, просто выжидая, да, как будет развиваться ситуация. Ну, и, в общем-то, администрация Байдена тут тоже в такой ситуации, когда, ну, вице-президент участвует в выборах, Байден не участвует, но в то же время пока еще действующий президент, и он бы хотел бы также войти в историю, и в историю, наверное, со знаком плюс скорее, да, в том числе по российско-украинскому. То есть, показать, что его усилия, то, что он сделал, привели к какому-то результату. Ну, скажем так, мы же видим, какую тему сейчас оседлали республиканцы. Они вытягивают тему, что администрация Байдена не знает, что делать, да, ну, и Харрис, они как бы вместе, да, они не знают, что делать, что они толкают США к Третьей мировой и так далее. И получается, что, ну, Россия, давай тоже отметим, она тоже это использует, эту тему. Отсюда вот эти намеки, там, про ядерное оружие, да, и заявление о том, что используем и так далее. Потому что они знают, что есть в США такие страхи у американцев. Это правда, да, еще со времен Холодной войны подобные вещи есть, да. Об этом, кстати, есть масса американского кинематографа, где, там, американец спрятался в бункере, да, и, там, десятилетиями там жил, думая, что произошла уже ядерная война между Советскими Союзами и США, а потом вылазит, да, там, другая жизнь и так далее. Ну, то есть, ну, то есть, это все обыгранное в американской культуре. Потому как бы, вот, мы оказались, на самом деле, вот в этой ситуации, когда, с одной стороны, есть наши, ну, со стороны Украины, да, вот, вот этот план победы, который преподносится так вот, даже, знаешь, мне кажется, его главная функция была загадка. Даже не то, что там, а вот загадка, ну, на самом деле, да, загадка, а что же там, да. Да, то есть, с одной стороны, и мы видим, как американские чиновники, да, даже вот комментируя, кто-то говорит, а мы еще не ознакомились, а кто-то говорит, что ознакомились, или это с Украиной, да, взаимодействие происходило по поводу разработки. Ну, то есть, и мне кажется, что для администрации, вот, еще же говорю, чисто для персонально Байдена, как я понимаю, он бы хотел, конечно же, сделать какой-то громкий шаг, мне кажется, в конце, да. Да, вот вопрос просто в другом, это громкий шаг в чем будет выражаться? То есть, в том, что он, как бы, постарается показать, что США могут создать какую-то условно будущем, да, новую переговорную площадку или стать посредником, или же в том, что просто-напросто будут, ну, дальше приниматься, вот, ну, по, скажем так, по консервативной линии те решения, которые есть, да, и, ну, я, честно говоря, вот в данный момент, ну, мы понимаем об этом, и западные СМИ писали, что не будет прямо такого публичного оглашения, да, решения по, если предоставят такое решение по использованию дальнобойного оружия. Нет, смотри, ну, все равно же что-то должны заявить. Ну, ну как, ну как, не будет, что-то да будет, потому что... Да, да, Саша. Ну, смотри, что-то должны заявить и, как бы, должны сказать, мы поддерживаем, да, или, там, мы, там, частично поддерживаем, здесь поддержим, здесь не поддержим, или мы говорим Зеленскому нет. То есть, этой же загадкой, как ты выразился, можно же, там, назвать по-другому, можно сказать, что это шантаж, можно сказать, что это, там, берут на понт, можно по-разному выразиться, да, с точки зрения, вообще, сути, да, вот этого предложения того, что везет Зеленский. Просто смотри, вот даже визит его, вот эта неделя, да, там, громкая, международная, сейчас там сыпятся заявления с разных сторон, например, там, Эрдоган заявляет о том, что на генассамблее будет встречаться и с Зеленским, и, в общем, будет добиваться мира, да, то есть, это вот официально он с этим едет, условно, на вот этот, ну, на генассамблею, на вот этот, скажем так, слет всех глав государств. Вот, опять-таки, сколько писали про Моди, Шольд, да, Макрон тут даже перед генассамблеей, у него там импичмент сложность, но тоже развернулся, говорит, что нам нужно, там, после войны налаживать отношения с Россией. То есть, мы видим, как вот, ну, как бы не подходит, да, вот как не ко двору элементы шантажа и вот того пиара, да, который, агрессивного пиара Украины и украинской оппозиции, которым прибегнул Зеленский, офис президента, меняется уже, уже другая вода, то есть, да, мы в эту реку входим, а вода уже другая. Ну, тут вопрос другой. А на кого, вот кто является ключевым, скажем так, целевой аудиторией для, да, обсуждения вот этой же формулы, ну, теперь уже, да, плана победы? Ну, я считаю, что, конечно же, одна из целей, это, конечно, повлиять на Россию. То есть, мне просто кажется, что если мы говорим о наших, ну, о западных союзниках Украины, то, ну, всех уже американцев, да, я думаю, что, ну, все равно происходят постоянные контакты так или иначе, да, и, как бы, глобально, глобально я не думаю, что какие-то пункты, которые бы Зеленский представил в итоге, да, или, ну, в итоге представит, с одной стороны Байдену, с другой стороны Камали Харрис, плюс Трампу, плюс Дивенцу, что эти пункты являются, ну, как бы, не обсуждаемы с американцами до этого. Я думаю, что они обсуждались, конечно же, без сомнения, да. Другое дело, еще раз говорю, что, конечно же, тут, как я понимаю, одна из целей, это посмотреть, как в итоге Россия будет на это реагировать, да, и вот на эту вот ситуацию неопределенности так дадут, решения не дадут. По НАТО тоже похожая история. А с другой стороны посмотреть на реакцию, я думаю, ключевых американских кандидатов, потому что, ну, тоже давай отметим, что мы после дебатов Харрис-Трампа слышали расшифровки Дивенца, ну, в целом случае он так представил эту позицию, что это позиция Трампа, потом вроде бы, как бы, он что-то пересмотрел, но в целом, да, он говорил, что как, условно, в трампийское крыло на данный момент, да, возможно, оно пересмотрит свою позицию, но как оно видит себе решение российско-украинской войны, и там были вопросы, связанные просто с заморозкой, да, демилитаризация и нейтральный статус, условно, да. Опять-таки, из того, что мы слышим по поводу плана победы, ну, нейтрального статуса, ну, Украина не, сейчас не артикулирует западными партнерами. Подожди, потому что это невыгодно артикулировать, а гарантии безопасности от стран Запада сродни НАТО, ну, Леш, но это не НАТО. Но это невыгодно артикулировать, но и поменялась, я бы сказал бы, конъюнктура, потому что глобально, если мы посмотрим, ну, даже в украинском политикуме, ну, нет уже сейчас тех, кто выступает за нейтральный статус Булбойко, теперь он тоже поддерживает НАТО, и то есть в парламенте, ну, и в обществе поменялся консенсус, да, по этому поводу, поэтому власть, неудивительно, что она не говорит о нейтральном статусе, ну, грубо говоря. Плюс, мне кажется, что поэтому власть говорит, да, вот есть НАТО, поддержка, нам нужно получить, вот именно от администрации, вот из того, что мы видим, Зеленский хочет от Байдена, пока он еще при власти, его администрация, да, получить какое-то, ну, как сказать, знаешь, четкое, однозначное, да, возможно, публичное заявление, которому потом можно будет апеллировать, то есть не из серии что-то там сказали в кулуарах, а может когда-то или еще как-то, да, а я так понимаю, что хотят получить очень четкое здесь сигнал, опять-таки, с расчетом, что это должно в итоге повлиять на Россию, потому что, ну, мы же видим, что даже вот те заявления, которые сейчас везде происходят, да, они так или иначе строятся по поводу того, как Западу дальше выстраивать свои отношения с Россией, ну, то есть, да, то есть на Западе, как я так и понимаю, у них у самих идет дискуссия по этому поводу, потому что война затягивается с одной стороны, и открытый вопрос, насколько, ну, вот, допустим, западные страны при всей их мощи и так далее, да, насколько они дальше могут, учитывая масштабы войны и всего остального в Европе, да, дальше хотят, ну, скажем так, могут, да, или политические, насколько они могут поддерживать на том же уровне модель поддержки, которая есть с Украиной, потому что, еще раз говорю, что мы видим, что, ну, даже в тех же США постоянно идут сигналы, что там, ты знаешь, вот полгода назад, помнишь, говорили нам, нет денег, ну, когда американцы, Конгресс не принял, да, это решение, нет денег, потому мы не можем отправить оружие, теперь, говорят, деньги есть, теперь нет оружия, то есть не выработали. Ну, посмотри, по поводу снарядов, все-таки, ну, такая какая-то очень благостная картинка встречи Зеленского в Пенсильвании с оружейниками на заводе, подписывает снаряды 155-мм, и идет заявление, что теперь Пенсильвания будет сотрудничать с Запорожьем. А с Запорожьем проблемы. Четыре Каба прилетело, то есть раньше не долетали эти Кабы, а сейчас вот долетают. И теперь что Харьков, да, что Запорожье, мы видим, что большие, крупные областные центры, я сейчас не хочу просто говорить, там, миллионники, немиллионники, да, то есть, ну, города, потому что сейчас непонятно, кто, ну, состав, население, вообще сколько этих городов, но тем не менее мы видим, что большие промышленные, большие областные центры подвергаются вот этим ударам, уже два. И вот как раз самое время сотрудничать с Пенсильванией. То есть вот это Запорожье, оно как-то, ну, наоборот, нам, собственно, ну, чтобы что-то делать, чтобы как-то сотрудничать, надо останавливаться, ну, в плане войны, и подписывать какое-то перемирие, и тогда, да, вот на фоне там, когда они будут стрелять, что-то производить, как-то сотрудничать. Просто вот эта сама, ну, формулировка, давайте будем сотрудничать с Запорожьем, как с ним сейчас сотрудничать, а если КАПы будут лететь регулярно, постоянно, вот, и будет как второй Харьков, там же ничего невозможно производить и строить. Ну, мы же понимаем, что Харьков, ну, даже в этой ситуации все равно есть там попытки, да, принести какую-то, там, метро, подземную активность, ну, насколько это возможно. Ну, по поводу Запорожья, тут, наверное, надо у военных экспертов уточнить, действительно, что поменялось у России с тех времен, как они действительно не могли, да, до Запорожья доставать КАБами, потому что все-таки, насколько я понимаю, оно же есть ПВО и так далее, почему, ну, там, ПВО не сбило самолеты, ну, то есть это вопрос. Ну, для меня, например, я, ну, я политический эксперт, мне сложно ответить, да, чисто технически, а что, может, Россия модернизировала КАБы, или, ну, то есть, что у них произошло за это время, что теперь они действительно, да, вот были эти четыре КАБа в Запорожье, ну, то есть, что поменялось глобально, потому что мы все-таки понимаем, что определенное количество установок ПВО и так далее у нас есть, да, и они, в принципе, так равномерно расставлены, да, чтобы, ну, не допускать подобные вещи. Смотри, в плане заморозки, ну, смотри, тут есть какой момент, ну, сейчас есть Курская область и Курская операция, да, и я так понимаю, что теперь эта история, она очень достаточно сильно влияет на то, что классическая, ну, опять-таки раньше часто говорили, и часто западных политиков, да, говорили, вот, давайте мы заморозим ситуацию. Ну, то есть, если мы замораживаем ситуацию, то получается, что часть международно признанной территории России оказывается так же, да, ну, вот, как бы, в этой ситуации заморозки. Я думаю, что официальная Москва вряд ли сейчас на это пойдет. Ну, то есть, по сути, Курская операция, вот, одна из результатов, ну, о котором мы можем на данный момент говорить, да, может быть, так было задумано, может, не было задумано, так, в ходе, да, самой операции это проявилось, это то, что теперь, например, вот эта идея о заморозке, она, ну, сложно воплощена, может быть воплощена в жизнь. Ну, потому что, по факту, получается, что заморозка будет не только на наших территориях, но и на части территории Российской Федерации. Сейчас говорят, а я думаю, что Москва на это не пойдет. То есть, да, у Москвы будут, ну, мы это уже видим, они постоянно пытаются, ну, то есть, по-всякому, там, применшать ситуацию в Курской области, да, там, говорят, что это просто, кто-то там зашел и так далее, но любая попытка, как бы, договориться, да, ну, вот в этом формате при остановке огня, но она же также будет затрагивать ту ситуацию на фронте, которая есть. Ну, а ситуация на фронте такая достаточно тревожная. Углидар окружают, туда, в сторону Курахова есть продвижение, то есть, мы видим, что это вот общее, это Покровское направление тоже проблемное. И, ну, вот Безугла говорит Углидару, захват Углидара – это вопрос времени. То есть, движение идет вперед, в эту сторону. И тут же очень важно понять, ну, когда остановиться. Помнишь, был такой период у нас, ну, после, там, наших наступлений, как мы отвоевали Харьковскую область, Юг, да, то есть, Херсон вернули. Был такой период, что вот она, вот пик, да, вот этого всего, и, собственно, вот надо же уходить, ну, с аплодисментами, да, а не когда последний зритель досидит, зевнет и уйдет, и тогда уходить со сцены. То есть, здесь же тоже нужно просчитывать эти политические моменты. И я тогда вот так задам вопрос. Нам могут сказать, ну, нам, Зеленскому, да, в Нью-Йорке, хватит, а выход из всего, да, из войны просто как-то так обставить, да, зашив какие-то формулировки, ну, там, не знаю, гарантии безопасности, финансовые поддержки, там, и так далее, и тому подобное. Смотри, мне кажется, что администрация Байдена, точнее, даже сам Байден, он сейчас думает, как он может войти в историю, да, и я, из того, что я вижу, мне кажется, что, возможно, у этой администрации есть или было такое желание, да, например, еще до проведения американских выборов показать, что вот они сделали какой-то такой шаг, да, который приближает, скажем так, завершение российско-украинской войны. Ну, то есть, да, то есть не просто продолжение, как оно есть, а вот какой-то такой вот шаг, что вот показывает, что эта администрация, да, вот она помогла Украине выстоять и так далее, и вот, знаешь, Байден уходит под такие фанфары, да, что, ну, мы смогли это сделать. Это было бы выгодно и Камале Харрис, потому что это, на самом деле, выбило бы у Трампа и Дивенса, да, возможность на эту тему поднимать и говорить, а вот смотрите, а что там администрация демократов сделала, да, ну, то есть война продолжается, то есть масштабы там разные, да, эскалация возможна и так далее. То есть потому я думаю, что такая вероятность есть. Другое дело, еще раз говорю, что, как я вижу, да, одно дело, ну, Белый дом, то, конечно, может, как бы, ну, так это видеть, да, но по факту ситуация и на поле боя, и по логике, да, самой войны, которая есть, ну, она может сильно отличаться, да, от этого. То есть насколько это вообще возможно условно, ну, мне кажется, стоп-краном остановить вот в одночасье. Мне кажется, это достаточно сложная история, учитывая количество вовлеченных в нее участников, да, то есть я имею в виду, ну, у нас достаточно много партнеров. В США, опять-таки, это также должно будет, это не только может быть, еще раз, но сам Байден принять такое решение. Он придется обсуждать это коллегиально с представителями других органов власти, структур и так далее. Потому как бы политически я вижу, что тут есть вот этот момент, давай так скажем, да, что демократы хотели бы уйти на этой волне. Что вот, смотрите, мы смогли, да, остановить российско-украинскую войну. Насколько это возможно в реальности, это другой вопрос, да. И я так понимаю, что то, что Зеленский сейчас пытается, ну, обсуждать с Байденом, это как раз вот попытка, ну, понимая, что вот Байден сейчас такой вот, как бы для него важный, да, момент в плане, как он останется в истории, ну, попытка, ну, а вдруг удастся, знаешь, вот есть такое понятие греческое кайрус, да, удачное в момент времени, попытка, как бы, а вдруг удастся вот в этот момент, да, вот в этом кайрусе, да, получить некое решение, которое бы в обычных обстоятельствах Байден бы или его администрация не были бы готовы принять. Что касается происходящего в Украине на этом фоне, проблем на самом деле масса с мобилизацией, с, как бы, с ситуацией вообще обеспечения армии. У нас 500 миллиардов дырку заткнули, как могли депутаты, подписал Зеленский, собственно, эти изменения в налоговое, ну, скажем так, правило в Украине, то есть военный сбор теперь будет 5%, все понимают, что, в общем, ну, как, ситуация на самом деле критическая, да, ну, с точки зрения, там, налогового обложения, с точки зрения экономики, там, цены идут вверх, и, как бы, еще не вечер, мы понимаем, что зима может быть холодной, и, ну, проблем в экономике может быть больше из-за отсутствия света, из-за фактора мобилизации, из-за фактора войны и многочасовых воздушных тревог, то есть бизнесу, ну, как бы виллы, ну, работать очень сложно, в сложнейших условиях. И нагрузка на людей, которые пытаются что-то производить, что-то там продавать, что-то как-то крутиться, да, вот что-то обеспечивать, у них, ну, на самом деле проблемы очень большие. Как тебе вот кажется, вернется Зеленский с Америки, займется вопросами тыла и внутренней жизни граждан, потому что последние месяцы, да что там месяцы, наверное, может, и, ну, и больше, и годы, да, и все время с полномасштабного вторжения мы видим Зеленского как, ну, скажем так, образ, ну, вот Чи Гевара, да, вот главнокомандующий, там, ну, он без этих, конечно, атрибутов, там, генералиссимуса, но вот мы видим его как президента войны. И, собственно, он войной занимается, войну комментирует, оружие ищет, и, собственно, оттыл как-то вот живет вообще по-другому. И многие сейчас так переклядываются друг с другом и понимают, что это вообще другая страна, Украина, внутри. А от президента мы особо, ну, не слышим каких-то комментариев или каких-то программ или чего-то такого, чтобы как-то влияло на жизнь в тылу. Почему? Ну, мне кажется, что внутри власти существует такое сознательное, знаешь, разделение, то есть Зеленский занялся вопросами, связанными с международной политикой, да, и вопросами, связанными с армией, да, то есть как главнокомандующий, а экономические и другие вопросы социальной жизни, по сути, как бы переданы другим людям, да. То есть, понятно, это создано в какой-то мере, может быть, сначала стихийно так получилось, но сейчас это, как бы, как мне кажется, это модель, которую власть реализует, что вот хорошее решение, да, или там по внешней политике, вот это президент, как бы, а социальная политика, так вот, есть же там Шмыгаль пока, да, все еще остается премьером, да, там, ну, сейчас 50% кабинета министра поменяли, вот, пожалуйста, вот, как бы, вот они за это отвечают, вот к этим людям обращайтесь. Понятно, что в общественном мнении, как мне кажется, да, это не совсем так работает, потому что у нас и до войны была история, когда люди персонализировали власть, и, например, да, они воспринимали, что вот, ну, за все ответственный условно президент, да, и в таких, ну, скажем так, системах, как наша, формально парламентско-президентской, но по факту, так как у нас президент избирается прямым голосованием, да, и люди во многом возлагают именно на президента, да, ключевую ответственность за все эти сферы. И я думаю, что вот история сейчас с этими 500 миллиардами, да, с новым проектом бюджета, который обсуждается, она, ну, так или иначе, она все равно будет затрагивать и президента, и всю власть. То есть, знаешь, условно, заметь, вот даже произошла вот эта небольшая перезагрузка, ну, там, части кабинета министров, выпустил ли это какой-то социальный пар, а он есть, отчасти, да, по социальным вопросам, там, по экономическим вопросам у граждан. Мне кажется, что нет, потому что люди, они даже не знают многих министров, и они не знали тех министров, которые ушли, их фамилии они не знали просто, да, они не знают и тех, кто пришел по факту. То есть, мы оказались в такой парадоксальной ситуации, когда, по сути, министр, который является политическими должностями, да, у нас, ну, политическая, ну, то есть, это политическая должность, по сути, они не играют какую-то политическую роль. И люди все, вот, опять-таки, мне кажется, в обществе все равно сосредоточено внимание на президенте и на офисе президента. Ну, то есть, вот, как бы, условно, вот, вот они, как бы, де-факто, да, люди воспринимают, что вот они несут ответственность за все, что происходит. Вот история с повышением налогов, да, и так далее, ну, как мне кажется, она на данный момент не проработана с обществом. Я объясню, почему. Так вот, да, не с кем просто работать. Ну, ноунеймы ушли, ноунеймы пришли, и, собственно, куда бежать, что делать? Саша, вот я об этом говорю, то есть, ну, то есть, что я имею в виду? Смотри, то есть, да, там, повышается военный сбор. Окей, но мы не видели до этого прозрачности с военным сбором. Ну, на самом деле, да, вот там полтора процента, которые мы платили, сколько лет, да, это же все было в единый котел бюджета. Как это дальше там распределялось, и было ли это направлено исключительно там на оборону, на защиту, мы не знаем, да, или на какие-то другие цели. Вот сейчас до пяти процентов, да. Опять-таки, я понимаю, что многие люди, которые находятся в органах власти, они на это не сильно-то почувствуют, знаешь, потому что, опять-таки, я же список тех, ну, та же Южанина показывала, да, это список государственных структур, которые, где будет поднята зарплата. У кого-то на 30 процентов, да, то есть, ну, будет поднято вот это их финансирование, да, и, соответственно, это будет вести к увеличению зарплат сотрудников. У кого-то на 30 процентов, у кого-то вообще на 70. Да, там есть и такие структуры, например, специализированная антикоррупционная прокуратура, там 70 с чем-то процентов, да, будет поднята зарплата. То есть, но массы бюджетников, учителей, например, да, или медиков, я не думаю, что это глобально затронет. Ну, то есть, знаешь, условно, когда там, ну, гипотетически, там, зарплата в 10 тысяч гривен, и кто-то платил 1,5 процента, а теперь будешь платить 5 процентов, да, ну, это как бы существенно. А если зарплата меньше? Ведь у нас же сколько минимум? У нас же какая сейчас риторика идет, да, вот эти там эксперты экономические, там, политические, тут же шелезняк, все выходят и говорят, смотрите, у нас чудо в экономике, чудо. И смотрите, как хорошо мы держимся, и гривню держим, и вот зарплаты растут. А мы вообще хотели и думали, как там продуктовые карточки выводить в начале войны, и как, ну, потому что война, надо людей как-то, да, вот поддержать. А у нас нет, смотрите, и на полках продукты есть, и все как бы нормально. Вот так послушаешь иногда вот людей, которые отвечают за экономический блок, так нам вообще надо еще лет 5 повоевать, вообще все миллионерами станут, им всех все будет хорошо. Ну, настолько, настолько удивительно война, понимаешь? Нет, война, ну, мы же понимаем, что во многом мы держимся на плаву, ну, это же не государственная тайна, это, в принципе, и все ключевые чиновники об этом говорят, да, держимся на плаву благодаря западным партнерам, ну, то есть по факту, да, потому что, ну, даже вот смотри, вот эта история сейчас с повышением налогов, ну, посмотрим, сколько соберут. Так, это же, то есть повысить, то окей, да, они там сделали какой-то расчетный показатель, что там увеличится, вот мы на сто, доходы там на столько-то миллиардов, да, там десятка миллиардов, потом в следующем году еще на столько-то и так далее. А по факту посмотрим, так ли это, это же все, знаешь, исходя из той, как бы, налоговой базы условно, из которой они рассчитывают на сейчас. Да, опять-таки, в этом году у нас, и это по данным Международного валютного фонда, у нас был экономический рост, вот, что же не забывайте, да, понятно, возможно, где-то плюс вклады, которые Украина делает в оборонную сферу, да, это не может не влиять, ну, без сомнения, да, то есть государственные инвестиции не могут, не может не влиять, например, на общее ВВП страны, но на следующий год у нас снова планируется, по данным того же Международного валютного фонда, экономический рост. Ну, то есть, как бы, знаешь, тут важный просто нюанс не путать вот эти цифры с тем, что в реальности происходит. А в реальности мы видим, что даже демографы, даже Либанова, например, да, и так далее, говорят, ну, у нас сейчас демографическая ситуация очень сложная, ну, посмотрим, что будет дальше. Ну, я не буду даже, точнее, вспомню, да, вот этот... ...проводил анализ демографический стран, ну, скажем так, мягко говоря, то место, которое нам точно не радует, где оказалась Украина, да, в плане рождаемости и так далее. А это же экономика. На самом деле мы то принимаем, что вроде бы, ну, это цифры демографии, а на самом деле это цифры, которые имеют прямое отношение в итоге и будут иметь прямое отношение на экономике. Сколько людей будет в Украине? Сколько людей останется в Украине? Давай так, вот у нас правительство, помнишь, по-моему, говорили, ну, там даже какая-то была прогнозная оценка, или в ООН, да, то есть какая-то была прогнозная оценка, что из-за отключения электрики и так далее, еще там 300 тысяч, до 300 тысяч людей может уехать из страны. Нацбанк 400, да. Ну, он давал сводку, сколько уехали и сколько уедет еще. Ну, там, да. Так, ну, это как раз и есть в экономике напрямую. Понимаешь, я просто считаю, что, да, можно, там, знаешь, у нас часто вспоминают, вот Британия два раза там поднимали, ну, и там энное количество раз поднимали, там, в два раза, если я не ошибаюсь, ну, на протяжении войны поднимали во время войны налоги, да, но нюансы в том, что, во-первых, войны в войне рознь, это раз, да, во-вторых, ну, как бы, если мы вот так, часть людей уезжает, 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 то, в общем-то, а какая экономическая база будет? Ну, то есть, с кого брать налоги, да, то есть, ну, они же, ну, то есть, я думаю, что, ну, вот, когда мы посмотрим вот на эти суммы, да, то мы понимаем, что, ну, это сотни миллиардов, еще раз сотни миллиардов, их откуда-то нужно брать. Я так понимаю, что, учитывая наши договоренности с Международным валютным фондом и так далее, мы не можем просто, ну, условно, Украина не может просто взять и напечатать их, да, ну, как бы, то есть, и поэтому, получается, мы вот оказываемся в такой вот, ну, как бы, правительство, да, если не и общество оказывается в такой ситуации, когда повышается часть ставок налогов, это повлияет, очевидно, на все, плюс, например, в этом проекте бюджета меня действительно очень беспокоит момент, что там не правительство почему-то не прогнозирует повышение социальных стандартов, и, ну, я понимаю, что, да, кто скажет, ну, а как же, ну, ну, на органы власти почему-то деньги нашлись. Ну, да. Да, и 20-30-40% вот этот рост, да, а такие, это не я придумал еще, говорю, госпожа Нижанина, пожалуйста, туда вращайтесь, да, то есть, а на социальные стандарты, то есть, где они не находятся, ну, то есть, для меня, вот, как бы, мне кажется, что просто приоритет, то какое у нас, это сохранить как можно количество населения в Украине для того, чтобы потом, после войны, иметь возможность достаточно, ну, постараться, как это возможно, да, восстанавливать страну, ну, то есть, чтобы мы не прошли какую-то, условно, знаешь, точку невозвращения. Ну, мне кажется, что мы уже, мы уже во некоторых местах, мы уже переходим эти точки невозврата по отношению к людям, да, вот мы берем там экономику, ну, вот, например, если общество брать, то то же самое можно сказать о, там, работе ТЦК, все уже привыкли, да, к тому, что крутят, бьют, тянут, ломают и, как бы, засовывают в эти бусики, везут, мобилизуют, все, как бы, уже привыкли к этому, а раньше это казалось дикость и невозможность. Но вместе с тем, вот, вчера был очень интересный случай в Закарпатье, да, когда, ну, богослужение и двоих священников, отца Василия и отца Степана, собственно, пришли ТЦКшники и прямо на глазах у прихода под белорученьки отправились мобилизовать. Люди встали на защиту, перекрыли дорогу, там, было стояние возле ТЦК, вроде как под давлением, да, народа, который, ну, как бы, вот, они все быстренько сориентировались и пошли, ну, потому что это беспредел, то есть, да, вот, заканчивается литургия, хлоп, и все, и, как бы, ты в армии. И вроде как отбили этих священников. Но вот тут же возникает другой момент, понимаешь? Священники — это, как бы, дело такое, это люди специфические, ну, тем более, что они, там, ну, как бы, все равно есть мораль, да, общественная, там, современного нашего жития, бытия в Украине, а есть какие-то правила духовные, и, наверное, там, по духовным правилам они мученики, они, там, ну, как бы, несут этот свой крест, это, это, как бы, да, понятно. Ну, так, если разобраться, вот так просто посмотреть на ситуацию, отбили двух священников, а как им дальше вообще служить, работать, то есть, да, ну, вот, человек попадает в эту ситуацию и уходит, например, живым, ну, вот, после бузификации, там, его отбили, и дальше что? Конечно, он будет думать, ну, как бежать из страны, потому что, ну, оставаться опасно, его сегодня отбили, а завтра могут не отбить, и это тоже влияет на, вообще, отношение к происходящему, ну, а то, что священников, как бы, мобилизовать прямо после службы, это, конечно, вообще беспредел. Закарпатский ТЦК пока ничего не комментировал, ну, на момент, когда мы с тобой беседуем, но все-таки ситуация вообще вопиющая. Таш, ну, еще раз говорю, что я думаю, все-таки я тут, да, могу говорить, ну, с той позиции, как я тебе уже неоднократно говорил об этом, да, я считаю, что сейчас правила по мобилизации, они более-менее упорядочены, да, в рамках нового закона, который есть. Если, мне кажется, люди обновили свои данные и так далее, я, честно, понятно, что всякие, возможно, какие-то моменты, там, произвола и так далее, но мне кажется, что сейчас это, ну, уже, по большому счету, должно было бы быть исключено, да, скажем. Есть горячие линии Министерства обороны, в конце концов, если есть вопиющие случаи. Еще раз говорю, что, в принципе, все, кто хотел и мог, обновили данные, и мне кажется, что даже там при каких-то проверках и так далее, ну, не должно возникать подобной истории, да. Вот если даже на прошлой неделе мы, я напомню, впервые, там, если не ошибаюсь, 6 тысяч сгенерировал, ну, вот, резерв, ну, то есть реестр военнообязанных, сгенерировал, да, повесток, которые электронные отправлены, ну, то есть тут, как бы, насколько я вижу, многие из этих вопросов сейчас превратились, ну, из рук конкретных людей, они переданы на процедурный момент. Если одно на другое не влияет. Леш, ну, мы с тобой обсуждали эту тему неоднократно, и ты стоишь на том, что твоя позиция, что вот эта электронная история, она, как бы, должна, наоборот, помочь, да, ну, как бы, обезличить, конечно, систематизировать и сделать более-менее цивилизованным этот процесс. Так он цивилизованным не стается, ну, не становится. Ну, просто, мне кажется, что в этой ситуации, смотри, я не хочу никого, знаешь, глобально тут объявить, но, смотри, не знаю, в какой, ну, вот, были ли, например, у этих священнослужителей давленные данные или не были, какой у них военный статус, да, статус военнообязанных, ну, то есть тут очень много масса факторов, которые на все это влияют. Я сейчас говорю, я не знаю, почему, ну, то есть гипотетически, почему так представители, да, ЦК себя могли вести. Просто мое мнение, вот в этой, еще раз, причемную ситуацию, конечно, иногда мы и, в общем-то, органы власти на это реагировали, омбудсмен, да, что есть мы в случае произвола. То есть это правда, да, то есть это объективно. Но, с другой стороны, я вижу, что часто все стороны не очень-то знают правила или не готовы им следовать, или считают, что у них как-то вот их всех затронет, а их обойдет. И часть конфликта и с этим связана. Опять-таки, еще раз говорю, с другой стороны, мы видим, как профессиональные кадровые военные говорят, что там часть людей, которые, ну, опять-таки, есть же вопрос мотивации, и этот вопрос очень важен, как исчерпучит. То есть, знаешь, мне кажется, что когда условно мобилизирует человека, наверное, который не хочет быть мобилизированным, ну, ему вряд ли это прибавляет какую-то мотивацию. И кадровые военные, даже сейчас, знаешь, ну, неоднократно много кто высказывался на эту тему, те, кто находится на фронте, они говорят, что нам нужны мотивированные люди. То есть они просто люди, которых, ну, то есть мобилизировали, там, немного обучили, да, и отправили дальше к нам в части. Ну, то есть это очень комплексная проблема, которая, кстати, комплексно увязывается, понятное дело, из вопроса демобилизации. Тех, кто уже есть, да, и с какими-то сроками, что вот такие-то сроки. То есть это все вот как бы оно в комплексе. Еще раз говорю, но это не исключает того, что какие-то случаи произвола, к сожалению, да, все еще сохраняются. То есть, ну, будем смотреть, как это, как отреагирует, действительно интересно, как отреагирует сама структура на это, да, ТЦК, сделают ли они какое-то объяснение тому, что происходит. Ну, очередные машины горят, ну, в столице тоже. Ловят, собственно, этих поджигателей, это оказываются какие-то, ну, разные люди, ну, люди немобилизационного возраста, подростки, молодые люди. И вот эта вот история о том, что поймали, записали на видео, показали, что вот, отправим тебя рабом на фронт, будешь окопы рыть за такой проступок. Нам говорят, что это российские спецслужбы. Ну, скажем так. Ну, СБУ говорят, да. Но... Что есть какие-то... Ну, подожди, но почему этого не было раньше? Ну, смотри, ну, техника, опять-таки, тактика, в том числе иностранных спецслужб, да, ну, то есть то, что говорит СБУ, что это российские спецслужбы и так далее, может ли она быть такой? Ну, гипотетически, может быть. Да, то есть попытка в ситуации, которая есть, когда, давай так скажем, в обществе есть, ну, такое неоднозначное отношение, да, по поводу вот того, как некоторые аспекты, мобилизационного процесса происходят, да, и понятно, что Россия гипотетически, она заинтересована, даже не гипотетически, а напрямую заинтересована в том, чтобы где это возможно, на это влиять. Ну, она противник в этой ситуации. То есть поэтому, еще раз говорю, что я думаю, что тут все-таки одно не совсем увязывается к другим, да. Я, честно говоря, я пока не видел каких-то там соцопросов в реальности, насколько вот эта вся история с машинами и так далее, поддерживается группами. Ну, понятно, что вообще как соцопросы такие могут быть, да, тут открытый вопрос. Ну, информационно, да, эта тема возникает, но, понимаешь, еще раз говорю, что я считаю, что после принятия нового, да, законодательства, вот эти многие вопросы, они должны были или есть возможности их решать. Ну, то есть есть процедуры, как это делается. Тут вопрос, еще раз говорю, что я считаю, и для наших, к нашим гражданам я призываю быть все-таки внимательным к процедурной части. Обновление данных, ношение военно-учетных документов и так далее. Если у человека, мне кажется, все с этим в порядке, то я, честно говоря, сильно остановлюсь. Ну, то его остановят на улице, он им покажет, потом дадут в морду и, собственно, отпустят. Как это было на одном из видео, там, на прошлой неделе, я думаю, тебе попадалась тоже эта картинка, когда военкомы с полицейским окружили, собственно, человека, проверили документы, лопнули его и ушли. Ну, я не видел, Саша, честно говоря, этого видео. Ну, если этот случай реально был, то это ужасно, конечно. И, ну, мне кажется, что... Еще раз говорю, что военное время не означает, что нормы вот эти не действуют, да. И, ну, то есть участники всего этого процесса с двух сторон должны все-таки постараться. Люди, когда у них спрашивают документы, это они как бы апеллируют к документам, законности и так далее, то и реакция такая. Ну, со стороны ТЦК, как мне кажется, она будет вполне меня. Друзья, напишите, что думаете вы в комментариях к этому видео. Подпишитесь, пожалуйста. Леш, финальный вопрос. И он о выборах. А что за инсайды вот это вот запустили, что к выборам готовится власть, к перевыборам, в общем, как бы списки какие-то уточняют. К чему бы это? Саша, ну, я думаю, что мы об этой теме, да, по поводу выборов слышали, начиная с 22-го года. Да, в контексте того, что вот, там, осенью 22-го, да, будут выборы, потом в 23-м году и так далее. На самом деле я так понимаю, что если мы говорим о наших взаимодействиях с западными партнерами, время от времени и в США тех же, да, даже среди демократов возникают вопросы. Потому что демократия, это страна, ну, демократия, как бы, как политологически, да, это определяется. Это политический режим, где регулярно проходит представительская демократия, где проходят выборы, да. И понятное дело, что, ну, на Западе наши партнеры понимают ситуацию, да, с войной и так далее, но критерии демократичности власти, электорабельности, да, ориентированности на электоральную легитимность, они же остаются. И я думаю, что, ну, во власти где-то понимают, что так или иначе, ну, надо будет думать о выборах, потому что ситуация затягивается. Другое дело, будет ли это в следующем году? Ну, мне кажется, что очень много неизвестного здесь, да. То есть есть, опять-таки, мы же понимаем, что чисто даже для проведения выборов должна быть до этого проделана достаточно большая работа, просто даже по тому, как это возможно. Да, потому что, ну, ситуация войны, часть-часть населения находится, ну, мобилизированы на фронте, да, кто-то за рубежом, в Украине, то есть очень сильно люди, внутренняя мобильность в стране, да, переезды, перемещенные лица и так далее, как проводить выбор, когда воздушные тревоги и тому подобное, а до выборов еще нужно провести избирательную кампанию, которая включает в себя, ну, как бы, конкурентность, это же конфликтный процесс, да, конкурентность, да, определенно. Ну, то есть это очень сложный вопрос, на самом деле. Я пока не, вот знаешь, как в списке можно уточнять, не уточнять, но я пока не видел вот со стороны власти уже какого-то готового решения по этому поводу. Поэтому, мне кажется, что слухи подобные могут появляться, да, потому что где-то во власти, я думаю, что понимают, что этот вопрос рано или поздно станет, да, тем более на фоне того, что в этом году вообще рекордное количество выборов в разных странах и даже в тех же США проходит выборы, да, и, ну, как бы, но как воплотить в жизнь, это вопрос, да, тем более, что если так глобально говорить, ну, конституция по поводу выборов в парламент, ну, понимаем, четко говорит, да, что во временное военное положение это невозможно, и там более сложная система, да, ну, по поводу президентских выборов, я так понимаю, что вот могут быть какие-то там дискуссионные моменты. Алексей Якубин был моим собеседником сегодня, спасибо большое за время и мысли. Спасибо огромное. Друзья, берегите себя, всем добра и света. Увидимся. Друзья, берегите себя, всем добра и света.